МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня день распосюжения информации о проблеме аутизма. А зараза об этом и иншим больше подробязна. День единания означают сегодня у Беларуси и России. Со святом народа двух краин повиншовал керавник высшейшего Держсовета союзной державы президента Беларуси Александр Лукашенко. День единания народу Беларуси и России – это знаменальное святое, которое высобляет в себе наше братерство и непорушную дружбу, добросуседство, взаиморазумение и усебаковое сопрацовненство, говорится в Звороте. Кожный день мы суместно працуем для досягнения головной мета интеграции, поляпшения життя людей за кошт поспяхового социально-экономичного развития Беларуси и России. Александр Лукашенко означает, что союзницкие, относенные помеж двума краинами, саденничают по ширине взаимовыгодных экономичных и гуманитарных сувязев, установлению ровных правов и одинных социальных гарантей для грамадян. «Союзная держава – это наш здабыток, який дае махчимость двум братерским народам жить одной семьей у миры и згоди. Упевнены, что воля беларуса у россиян да яднанья, як и раней, будет служить трывалым фундаментом для интеграционного будовництва, дальнейшего развития шматпланового супрацовненства и формирования огульной, найновшей истории», резюмавал беларуский лидер. У Гомелес на годы Дня яднанья народу Беларуси и России прошел Рашистый Сход. У делу им приняла делегация Бранцкой в области. Об чем казали удельники мероприемства, ведая Олег Сентюроу. У Гомельский областный драматичный театр. 16-я година дня. У ГТЧ тут особливо шматклюдно. Простные, как и хвилин, распочнется у Рашистый Сход пересвеченный Дню Еднания народу Беларуси и России. Сержат запрошенных представленники у всех поколений. Ветераны, які разом с россиянами здобывали перемогу великой очины, а потом обновляли огульную господарку. Люди больше молодого взрослого. На рахунку гэтага поколения, будовництва БАМа и освоение нафтовых и газовых родовищев. И сучасная молодость, контакты, якой с российскими ровесниками, только починаются. Светкование Дня Еднания народу Беларуси и России у Гомель проходит что год. Причем, и оно ни холи не обмеживается неким одним мероприемством, а центральная падежа всюду у Рашистый Сход, на які обоязково приезжают гости из российских регионов. Сегодня Гомельская область маятровала совести за 080 регионами Российской Федерации. Причем, супрационницу развивается во всех сферах. Перед початком посаджения гоноровые гости знаемятся с выставой, присвеченной Беларусско-российскому фестивалю «Славянская театральная сустреча». И он проводится с 1989 года. И за этот час доказал свою житяздонность и необходность. Этот фестиваль пройшел у Гомеля у маях этого года. Яго праймя Бранччина. Это связи, это возможность следить за творчеством друг друга, возможность обмениваться какими-то новыми тенденциями в театре, сценографии. В конце концов, это все объединяется одним большим и емким словом «дружба». Мы дружим вот уже 30 лет. День единания народу Беларуси и России кропко отвлеку установлению тесных соведев помеж державами и экономичной сферы как выник, только за минулый год товарооборот Гомельской области с российскими партнерами достигнув 5 миллиардов долларов. Вся рот наибольша значных партнеров Гомельчины Бранчская, Московская, Воронежская области, а так само Москва и Санкт-Петербург. Представники российских регионов постоянно в деньг Гомельского экономичного форума, что дозволяет реализовывать новые взаимовыгодные проекты. У мая этого года я не приедусь в Беларусь снова. Будет еще экономический форум на Гомельской земле в этом плане. Примут первые лица участия и по всей вероятности будет подписано определенного рода соглашение, которое предопределяет наше социально-экономическое развитие на ближайшие годы. До дня и однания народа в Беларуси и России сегодня провели скайп-конференцию с уделом молоди Гомельской и Смоленской областей. В режиме онлайн и иудельники не только повиншовали один-одного со святом, а подвели выники тематичного конкурса «Мы одины». Под обязанности у Вероники Ворошилиной. Сябровские относины помеч Беларусью и России закладены исторично и поддерживаются в самых разных сферах. Суместный дематичный конкурс «Мы одины», а черговая тому подтверждение. Он промеркованный до дня и однания народа в Беларуси и России, а так само года малой родимы. Конкурс проходил в интернет-просторы. Инициативу подтримали около ста человек, подлетки-юнаки с Гомельской и Смоленской областей. На своих сторонках у социальной сети «Уконтакте» и она размещала фотосдымки и разважание на тему самого любимого и дорогого сердца места малой родимы. Я выбрала озеро Нарыч, потому что с этим озером у меня связаны особенные вспоминания. Не так давно я была там, в Национальном детском образовательном строительном центре «Забрёнок». И мне запомнилось, и когда я узнала про конкурс, я решила, что именно про это место я хочу рассказать. Удельники конкурса «Мы одины» публиковали на интернет-сторонках и истории про школы, санаторы, городские славутости и маляуничые природные кутки. Убажили и оценили выник их творчести больше, как 30 тысяч человек. Нарыч – место неверогодной прыхожости, чаровное и особливое для меня. Тут на березе в озеро я знайшла новых сябров. Для меня особливое место – школа. Тут атмосферная обстановка, доброзашливые наставники и мои сябры. Усёх это вельми дорого для меня. Моё любимое место – Берах, Раки, Припять. Тут спокойно и можно побыть сам насом с собой. Крепостная стена – одна из вядомых славутостей у Смоленска. Тут открывается чудовный вид на город. Любите свою малую родиму. Почас скайп-конференции отбылось у знагороджения пирамужцу и лауреата у конкурсу. Я не отримали гоноровые дипломы и подарунки. Данным конкурсом мы хотели, с одной стороны, показать те значимые места, которые есть для ребят своей малой родины, а с другой стороны, познакомиться с такими же значимыми местами не только в Республике Беларусь, но и за пределами таких же сверстников и ровесников, как и пионеров и октября. С нашей стороны мы награждаем белорусских ребят, а российская сторона награждает российских участников конкурса и победителей. Но вместе с тем это происходит сегодня на параллельных площадках вместе. Вот так вот едино мы наградим и подведем итоги конкурса. Пераможца узлику гомельской молоди вызначали российские коллеги и надворот. Суместный интернет-конкурс, як и святочный видомост, ящий один крок во умыцовании дружбы помеж нашими народами. До того, что в худшем часе делегация гомельской в области планует отправиться у Смоленскую. С 26 по 29 красовика там отбудется российско-белорусский взлет творчей молоди. У дельников чекаешь рыхтековых майстер-классов по вокале, хореографии и актерским майстерстве с уделом вядомых российских артистов театра и кино. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомель». Министерство по надзвычайных ситуациях инициирует протягнуть проверки объекта с массовым знаходжением людей. Про это заявил министр Владимир Вашенка. По выниках проведенных проверок порушения были знайдены у большинства объектов. Информация об каждом находится в агульном доступе на сайте Министерства. Там створена интерактивная карта проверок. При этом многие из выявленных порушений уносят режимный характер. И на их ликвидацию не потребуются финансовые сродки. Ситуация, в яких было бы необходимо неоткладно закрыть объект, не выявлена. Однако за широких грубых порушений виноватые будут притягнуты до отказности. Нагадаем, на территории Гомельской области на минулом тыдне проверили 33 объекты, на базе некоторых из них пройшли отпрацовки надзвычайных ситуаций. Весновая поводка у Гомельской области набирает обороты. Подтопление зафиксовано уже в 10 районах. В основном вода стоит на приватных подворках и некоторых дорогах региона. Маются одинковые выпадки подтопления домов. Там супрацовники МНС оперативно отпомповывают воду. За минулые сутки на 8 сантиметров прибавила и путь в районе Добруша, и днепр-коля Речицы. Подаденных метеорологов в ближайший час практически на всех реках Гомельской области ждет рост в уровне воды. Официально подтвержденный диагноз аутизму у Гомельской области мают свыше 150 детей. Сегодня сусветный день расповсюдживания информации о проблеме этого захворения. Это, наверное, самое суперечливое и загадковое нейрологическое расстройство. Чем могут допомогать детям и их родителям специалисты, доведались наши корреспонденты. Алексею 8 лет. А в том, что у хлопчика диагноз аутизм его мать и докладно доведалась, когда малому было 4 с половой. А то, что с ее сыном нечто не так, зауважила на 2 года ранее. Ходила по медицинских кабинетах, читала литературу, без конца шукала отказы. А потом, когда вердикт медиков был огучен, начала жить по-новому. Начала учиться быть мать и особо для детей. Это совершенно другая жизнь и совершенно другие проблемы, интересы в системе образования, в системе воспитания. Совершенно другие подходы в каждодневных, ежедневных, обычных, житейских делах. То, что делает совершенно любая мама, здесь все совершенно по-другому. Все намного тяжелее. Аутизмом называют порушение развития нервовой системы, которая проявляется на протяжении первых трех дохождений. Главное предмет за хворение – скаженное восприимание реальности. Детя не ждет ни с кем уступать в контакт, боится нового, выполняет монотонные и одностальные рухи. А кроме того, творится уражение, что оно даже не отчувает боли. Больше его отчувают родители. Коли они чуют диагноз своего дитя, а маль заусюду разгубляются и просто не разумеют, что делать дальше. Коррекционные центры, наверное, в первую очередь помогают принять родителям эту ситуацию. Второе – создать условия для того, чтобы снизить крайнюю степень беспокойства этих детей, которые проявляются по-разному в эхологичной речи, в стереотипных движениях, в крайнюю степень беспокойства. Поэтому специалисты обучаются, создают условия, которые позволят этим детям снизить вот эти проявления, усваивать образовательные программы, быть социальными, выходить в окружающий мир и просто жить. Да помахче детям больше комфортно отшувать себе усадку, альбо школе могут выховальник персонального сопроводжения для детей за аутистичными порушениями. Такая посада заявилась у Беларуси два годы тому. Але для того, как процесс социализации шоу худшей, важно своечасово поставить диагноз. Чем раньше начинается вот такое коррекционное воздействие, причем комплексное, всех взрослых людей, которые будут в жизни этого ребенка, родственники, мама, папа, воспитатель, дефектолог, любой взрослый человек, учитывая эти особенности и применяя там определенные подходы, они смогут снизить степень проявления аутистических нарушений. Накольки комфортным будешь жить у дитяти за аутизмом заразумело залежить от дорослых, які его окружают что день, от их терпливости, от укованности, наявности педагогичных навыков, але без ящодного складника, галунага, нияк не обыстись. Самое главное, наверное, в этой стезе, в процессе воспитания и образования, это любовь. Любовь не только к детям, к инвалидам и с проблемами аутизма, а любовь вообще ко всем окружающим. Тогда мы сможем вытянуть и социализировать таких детей в нашем обществе. И опошнее, кожный из нас часом зауважает на улицах, у поликлиниках, крамах, дятей, яке повозят себе крыху незвычайно. Сдаются бы, они не вельми добро выхованные, у некоторых выпадках так и есть. Але не выключено, что гэта, на перший погляд, непослухмяное дитя мая вельми серьезный диагноз – аутизм. Таму першим кидать позерк, не одобрение у бок такого хлопчика альбо девчинки и их батьков Марина Джалая, Лесю Рудзянкова, Валерий Гапанько, Сергей Лукашук, телерадиокампания «Гомель». У католицких верников распоршалася октава Пасхи. Гэта особливо святочный восьмидзённый период, калюся на баженство у костелах святарства а вядзе у Белым Адзенне. Для православных же гэта тыдень часу вспоминаю про опошние дни життя Исуса и его распятия. Тыдень до Великого дня верники проведут у особливо строгим пости и молитвах. Як поведомили у Гомельской епархии, восьмаха красавика за Иерусалима у Гомеля прибудет животворный огонь. У супроводжене операционной звонницы святыню провязуть по усіх храмах города. И на пашнерух у 11-й години со свято-петропавловского собора и завершить свой шлях у 14.15 у храме проображения Господняга. Сёння Межнародный День Птушек. До яго у Гомельским палацово-парковым ансамбле промерковали экологичную акцию. Свято означается о мальстаходзе, и оно установлено с находы подписания Межнародной конвенции об ахове птушек. Дарыш и вертание пералетных птушек святковалося с давних часов. Миноведа их трели буддили землю от зимового сну и символизовали уступление весны у свои правы. Организаторы акции подрыхтовали для дятей познавальную программу с конкурсами и викторинами. Удельники доведались аж мать цікавого прожитё птушек. Населяют территорию Гомельского парка. Дети развесили у парку шпаковни и подшествовали птушек специально приготовленными присмаками. Родители приносят кормушки в детский сад. Птичек кормим. Всех мы их сильно любим. У Мазары супрацовники МНС вырытывали житёк оттенятия, который четыре дни просядев на древе. Несчастная живёла гучным мяуканьем молила новокольных об допомозе. Местовая жихарка спочатку старалась привабить живёлу на землю, а потом вырешила звернуться до выротовальников. Маленький драпежник в сопротивлении супрацовнику МНС не оказал. Эта история скончилася добра. Зараз ка тяню шукают клопотливых господаров. Дальше, это кошка, где шеи трехкаляровая. Кажут, гадаванец такой фарбовки обовязково принесе с собой в дом счастья. Это и иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tsvrgomil.by Далее эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Погодные катаклизмы весны повлияли на статистику дорожно-транспортных происшествий в Гомельской области. На территории региона за прошедшие выходные произошло 76 ДТП. 7 человек травмированный. Сразу несколько столкновений автомобилей произошло по одинаковому сценарию. Выезд на встречную полосу столкновения госпитализация. 37-летний водитель двигается со стороны города Наровли в направлении города Мозыри. Управляя автомобилем Крайстер неправильно выбрал скорость движения а также не учел погодные и метеорологические условия выехал на полосу встречного движения где произошло столкновение с автомобилем Хюндай. В результате происшествия водитель автомобиля Хюндай получил телесное повреждение и был госпитализирован в больницу. Подобное ДТП произошло в Реческом районе. Там с обгоном по встречной не справился водитель автомобиля ВАЗ. В результате столкнулся с Мерседесом. Медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру ВАЗа. А в Петриковском районе неправильно выбранная скорость на скользкой дороге привела к опрокидыванию автомобиля в Кювет. Травмы получила 50-летняя женщина-пассажир. В Чичерске на пожаре погиб пенсионер. Возгорание произошло в частном жилом доме. Жена хозяина домовладения смогла самостоятельно выбраться на улицу еще до приезда спасателей. Когда сотрудники МЧС прибыли на место вызова, она сообщила, что в доме находится ее муж. Но спасти мужчину не удалось. В ходе ликвидации пожара на полу в жилой комнате был обнаружен труп хозяина домовладения мужчины 1953 года рождения. Пенсионерка была осмотрена работниками скорой медицинской помощи и с ожогами госпитализированного медицинского учреждения. Пожар ликвидирован спасателями. Одна из вероятных причин возгорания нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. По информации сотрудников Петриковской межрайонной инспекции охраны животного растительного мира, правоохранители задержали владельца незарегистрированного оружия. С поличным мужчину взяли милиционеры нарезное малокалиберное незарегистрированное ружье, два гладкоствольных охотничьих ружья незарегистрированных, семь петель из металлического троса, четыре капкана, 20 сетей длиной около 500 метров, 20 килограмм дичемясной продукции, две радиостанции. В настоящее время по факту владение нарезным незарегистрированным оружием проводится работниками Следственного комитета проверка. рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Таков обзор к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. По-настоящему жарким получилось гомельское дерби в рамках мини-футбольного чемпионата страны между командами ВРЗ и БЧ. Игроки выдали феерический поединок, изрядно пощекотав нервы своим болельщикам, которых, к слову, собралось немало. Трибуны культурного спортивного комплекса «Локомотив» были заполнены под завязку. Эту игру ждали давно и она полностью оправдала ожидания. Как и положено в дерби, матч изобиловал накалом страстей, опасными моментами, спорами с судьей и активной поддержкой трибун. Первыми смогли выйти вперед номинальные гости. У железнодорожников на 10-й минуте отличился Евгений Перемитин. Во втором тайме БЧ удвоил преимущество после розыгрыша углового. Лидеры турнирной таблицы устроили настоящую осаду ворот противника. В какой-то момент показалось, что зацепить даже ничейный результат не получится. Однако игроки ВРЗ были другого мнения. Сначала голевой удар Артема Золотухина, а после Евгения Клочко позволил сравнять счет. А за минуту до окончания поединка вновь о себе напомнил Золотухин, вырвавший победу для ВРЗ. В итоге получился яркий и заслуженный камбэк лидеров чемпионата. Цель стояла победа только. Пропустили ненужные голы, пришлось отыгрываться. Вот наигрывали пятым с вратарем. Вот оно и дало себе знать. Все, что наигрывали, то и забили. Победа позволила ВРЗ сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице. БЧ остался на шестой. Еще один валидольный матч был сыгран на выходных в хоккейном турнире развития между Гомелем и Лидой. Команды до встречи между собой не потерпели ни одного поражения. Поединок, по сути, определял одного из фаворитов. Гомельчане начали активно и уже к середине первого периода вели с преимуществом в две заброшенные его удавалось недолго. На 13-й минуте гости сократили разницу в счете. Второй период прошел в упорной борьбе и без результативных бросков. А в самом начале третьего хоккеисты Лиды отличились вновь. Счет 2-2 на табло продержался до финальной сирены. Согласно регламенту проведения турнира развития в случае ничейного исхода в основное время назначается дополнительный пятиминутный период до первой заброшенной шайбы. В овертайме уже на 32-й секунде хоккеисты Лиды забросили третью шайбу, установив окончательный счет 2-3 и одержав первую в истории победу над Гомелем. На следующий день игроки Гомеля смогли оправдаться за поражение перед болельщиками. В игре, которая вновь проходила на домашней площадке, был уверенно переигран Брест 6-1. В Беларуси возобновился чемпионат по футболу. Первые матчи прошли на минувших выходных. Представитель нашего региона футбольный клуб Гомель в стартовом матче встречался со Слотском. Игра проходила на стадионе имени Прокопенко в Бобруйске. Гомельчане смогли довольствоваться одним набранным баллом. Поединок завершился нулевой ничьей. Такой же счет зафиксирован и в матче с участием фаворитов чемпионата Солигорского Шахтера и Брестского Динамо. Другие претенденты на золото Минское Динамо и Борисовский Батте в первом туре одержали победы. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова